Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Для тех, кто посетил нас впервые, меня зовут Датса и я латышка, которая вышла замуж за прекрасного мужчину в Санкт-Петербурге. А вот этого товарища замечательного зовут Рэм и ровно 9 недель назад он появился на свет. Рожали мы в Риге, где мы собственно застряли по сей день. Папа наш уехал в Санкт-Петербург две недели спустя после рождения малыша, потому что нужно уже было возвращаться к работе. Ну а мы застряли по причине того, что нам до сих пор не выдали его российский паспорт. В латвийский мы получили пять дней после его рождения, то есть в роддоме нам выдали свидетельство о рождении, потом на четвертый день мы подали документы для выдачи паспорта и на пятый день, то есть через день, нам выдали латвийский паспорт. С российским дела обстоят немного по-другому. До сих пор ждем. Я раз в неделю на протяжении полтора месяца позванивала и жалобным голосочком спрашивала, ну ребят, как там дела, есть ли какая-то дата или хотя бы информация о том, когда мы получим паспорт, потому что если нам ждать там шесть месяцев, то мы сделаем визу и поедем к папе. Ребенок папа уже не видит, сколько времени. На что всегда ответ был нет, не знаем. И в общем, когда будем знать, тогда позвоним. И по причине этого я, конечно же, боялась делать визу, вдруг позвонят завтра. Вот. Сегодня я в очередной раз набрала и мне удивительным образом сказали, что паспорт наш готов и что мы можем его забрать. Но забрать может только папа, потому что папа гражданин России, а мама гражданка Латвии забрать его не может. Тем более ты не можешь, да? Ах ты, господи, боже мой. Так, слюни мы удалили. Слюни все удалили. Так вот, папа приедет через две недельки. Как раз к тому времени мамина виза тоже будет готова. И мы наконец-то сможем втроем вернуться домой. И наконец-то будь вместе с папой, да? Да, ты мой слюнкий, недовольный пирожок. Да, иди посмотри, смотри, смотри. Твой холодильник, смотри. Твой холодильник, котенок, твой холодильник. Да, да, твой холодильник, смотри. Ай, ты боже, смотри. Ну что ж ты такой недовольный? Сегодня у нас видео из серии «День с младенцем». И в планах у нас погулять. Сейчас я буду укладывать малыша уже спать. Мы успели с утра поесть. Мама, как всегда, не поела. Поэтому, в общем, пойдем гулять голодными. Собственно, мама пойдет гулять голодной. Потом у нас в плане поехать в детский магазин, потому что малыш мой вымахал уже до 62 см. И вот вы видите, бодики у нас как-то уже маловаты впритык. Поэтому нам нужно посмотреть, что мы можем приобрести большего размера, для того, чтобы этому товарищу было удобно и прекрасно ночью спать. Также, если Рэм не будет капризничать, как он делает это сейчас, может быть, мы еще отправимся на пляж и погуляем по морю. Впервые, кстати, потому что в этом году Рэм еще на пляже не был. В общем, пока малыш совсем не раздербанился и начал уж до последнего орать, я отправляюсь его переодевать, и мы уже попытаемся уложиться спать. Потому что сегодня явно малыш не в духе. Все, я пошла. Что ты мне рассказываешь? Ты любишь пердеж? Все мужики любят пердеж, да? В общем, это единственный вариант. Вернее, два варианта, в которых мой малыш после своего скачка роста второго приемлет находиться у мамы на руках. Первый это на плече, после того, как мы поедим, если сделать отрыжку, или просто, когда он хнычит, погулять вокруг, по квартире или на улице, и посмотреть, что же в мире происходит, да? Вот. И второй вариант это после еды, когда малыш довольный, сытый. Вот он вот так вот может посидеть и просто с матерью в любви пообщаться. Да, Рэм? Да. Да, мой. Господи, господи, что же за улыбка-то? Да. В общем, не знаю. Мы в нашем развитии скачки роста заметили очень-очень явно. То есть первый скачок роста у нас был на четвертой неделе, и второй на восьмой. Не знаю. Есть разные источники, которые там немного отличаются по неделям, когда что происходит. По крайней мере, тот источник, который изучаем мы, у нас вот прям все по книге, да? Все прям как по книге. И вот со второго скачка роста у нас начались вот такие беседы. Мы начали сидеть у мамы на коленках, смотреть в глаза, да? И с телячьими глазами, влюбленными, мы сейчас вот так вот общаемся, да? Да? Но скажи недолго, потому что терпения у тебя на это все нет. Правильно? Да, мой малыш. В общем, про скачки роста также расскажу в отдельных видеороликах. Это очень интересная тема. И изучение как раз-таки этого вопроса мне сильно помогает в ежедневной жизни понимать, что с моим малышом происходит и почему он ведет себя так или иначе, да? Ну все, наскучила. Пойдем памперс менять и будем переодеваться, да? Пойдем переодеваться. Пойдем переодеваться. Не получится, да? Давай, переворачивайся. Давай, малыш. Опс. Давай на животик. Давай. Так. Дай собачку. Так. Ну вот, молодец. Так, это мы уберем. Давай, давай. Так. Давай, мама сейчас обойдет с другой стороны, чтобы тебе помочь. Давай. Ну, котенок, давай. Ну, котенок, давай. Тик, 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 тик. Давай держать колонку. Будем с тобой. Ну. Так. Ку-ку. Ну смотри, сколько тут цветов красивых. Да. Молодец. Что тут у нас? Птичка, домики. Так. Ить, 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 ить. Чук-чук. Чук-чук. Смотри, твоя улыбочка. Смотри, улыбочка. Молодец. Да, молодец. Ну вот так. Молодец. Ай. Ай, смотри. Молодец. Давай будем поворачиваться. Ну вот, давай. Молодец, давай. Опти, опти, давай. Оп, 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 давай. Ну все, вот так вот. Ай, вот так вот. Ай, вот так вот. Ну, малыш. Собачка твоя. Вот твоя собачка. Где у нас эта штучка? Здесь нету штучки, ладно. Давай повесим тебе свою собачку сюда. Смотри, вот твоя собачка. Да. В общем, вот так мы занимаемся по несколько раз в день. Стоим на животике, тренируем шею. Ну и потом малыш просто на спинке лежит и рассматривает свои игрушки. Пытается уже руки напрягать. Потому что, очевидно, ему интересны некоторые предметы. Он хочет сильно до них дотянуться. Но руки, естественно, в этом возрасте совсем еще не слушаются. И ничего у него не получается. От этого он начинает ругаться, начинает злиться. В общем, и когда подносишь ему эту игрушку, то он уже такой более или менее довольный. Начинает улыбаться. И говорит, о, ну да, наконец-то. Вот она моя игрушка. Я могу к ней прикоснуться. Вот, и я таким вот образом также его какие-то тактильные ощущения развиваю, тренирую, прикасаясь этими игрушками к его руке для того, чтобы он уже понимал разные текстуры, фактуры и разные материалы. Ну, уже не говоря о том, что конкретно вот этот мат, он прекрасно сделан для новорожденных, потому что разукрашен в черно-белые и в контрастные цвета, таким образом помогая малышам развивать зрение. И это очень-очень круто. То есть, это такого рода паттерны они видят лучше всего в этом возрасте. Да, Рэн? Ему, очевидно, интересно. Да, очевидно, интересно. И как-то с каждым днём я замечаю, что он всё дольше и дольше может проводить времени на этом матике. То есть, ему хватает терпения. Потом уже попозже, когда он подрастёт и когда он уже сможет хватать, здесь есть такие ленточки, на которых висят эти игрушки. И когда дёргаешь за каждую игрушку, сенсоры издают отдельные звуки. Вот. И плюс ко всему по вот этой арке, где у нас есть окошечки, тут у нас бегает свет. Его можно сделать быстро, можно сделать помедленнее, можно выключить вовсе, ровно как и музыку. И вот малыш, в общем, может вдоволь тут наблюдать за разным всяким, да? И развивать своё зрение. Да? Правильно? Правильно, малыш. И подушечка у тебя в виде такой вот приплюснутой собаки есть, да? Вот так вот подушечка. Смотри, какие звуки издаёт. Да, и середина тут тоже у него такая хрустящая, поэтому я думаю, что особенно попозже, когда он уже будет более осмысленный, ему будет интереснее. Да? Ну что, сегодня у тебя терпения больше нет, пойдём отдыхать тогда, да? Заниматься ручками и ножками мы будем попозже. Да? Да, будем попозже заниматься ручками и ножками. Котёночек, давай, пойдём. Пойдём, мой слёдкий котёнок, пойдём, пойдём. Давай головушку свою. Давай, 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 вылезай. Ну вот. Пойдём, мой слёдкий котёнок, пойдём, пойдём. Пойдём, мой слёдкий котёнок. Ну что ж, в саду, мой малыш наконец-то уснул. Как только это происходит, мы выбираемся на улицу, рядом с домом у нас река. А вдоль реки длинная асфальтированная дорожка, по которой мы, собственно, и каждый день наматываем свои 10 тысяч шагов, и где-то 2-2 с лишним часа мы с Рэмом гуляем. Иногда бывает и по 3 часа гуляем. Ну, точно могу сказать, что, наверное, один из плюсов, который можно найти в том обстоятельстве, что мы застряли с ним в ринге без папы, так это то, что мы находимся на природе. Мы можем выйти в любой момент в сад, мы можем прогуляться вдоль реки, можем поехать на море, то есть у нас от дома пляж 15 минут. И, в общем, это так благотворно влияет на малыша. Это точно хорошо. Всё, пока спит малыш, заканчиваю своё вещание, увидимся немного позже. Пока! Ну что ж, эта маленькая вонючка сегодня устроила мне концерт. Плачет, истерит и нервничает весь день. И не даёт мне вообще не то, чтобы, там, я не знаю, камеру взять в руки или позавтракать. Вообще ни на шаг от него отходить мне сегодня нельзя. Поэтому я потихонечку как-то одной рукой укачивая, другой рукой протягиваясь за какими-то своими вещами с Богом пополам собралась. И, в общем, постараемся мы сейчас переместиться в машину. И я надеюсь, что он уснёт. Так, мы добрались до магазина. Котёнок на лос-смирён, хотя глаза снова открыты. Ну да ладно, быстро идём. Вот он мой рай детского всякого барахлишка. Так, чего нам надо, чего нам надо? А, вот, кстати, вот мой любимый Angel Care. Вот, с такой штукой мы моем малыша. Но это я вам покажу, когда буду снимать видео с нашей рутиной вечером. Так, что нам сегодня надо было? Нам сегодня надо было памперсы и одёжку. Пойдём за памперсами. Муни. Те? Очень крутые, но у нас они протекали. Поэтому мы переключились на Генки. Так, Генки, Генки. И мне нужен М-размер. Вот, наверное, вот эти. Да, вот эта большая упаковка. Очень прекрасная цена. 19,99. Так. А вот, кстати, моя любимая Клэва-мама. Вот она, подушка. Но, так как расцветка здесь так себе не очень, поэтому я уже не стала ничего из них докупать. Хотя там можно отдельно для автокресла ещё купить и так далее. У них очень классные и полотенца вот для автокресла. Вот такая вот подушка. Я её заказала на Амазоне. Прекрасного, вот такого вот серого цвета. Вот. Кстати, здесь есть вот с Waddle Me пелёнки, которыми я пользуюсь. Очень клёвые. Про них тоже расскажу. И где-то тут были Ergo Baby. Но, по-моему, я даже все их скупила. Две тут оставались, и я их, собственно, и взяла. Вот она, моя любимая одежда. Но мне нужно с коротким рукавчиком. А тут у нас всё с длинным. Так, ищем с коротким. Штанцы у нас есть. Штанцы нам не нужны. Так, здесь всё. Длинный, длинный рукав. Вот они, мои любимые зебры. Так, давайте-ка сделаем так. Сейчас мы возьмём одёжку ещё с зебрами. 68, как раз то, что нам надо. Вот она. Вот такие зебры. Наверняка на нём вы видели уже эту одёжку. Так, что здесь ещё есть? Так, это тёплое. Это нам не подойдёт. Это с ножками нам не нужно. Потому что с ножками у нас уже есть. А, вот это очень клёвое. Это мне очень понравилось. Так, надо посмотреть, есть ли мой размер. Так, с зайцами я не хочу. Я хочу с коротким рукавчиком. У неё здесь, к сожалению, осталось 1,62 см. И у неё здесь пуговки на двух уровнях. Это очень клёво. Но мне это не подходит. Мне нужно 60. Что мне нужно? 68. Ладно, пойдём дальше смотреть. А вот это вот моя любимая полочка с одеждой. Если посмотреть вот материал, он настолько приятный и настолько тоненький и классный для лета. Просто невозможно. Просто невозможно. Но я каждый раз мимо этой полки прохожу и жму денег. Потому что один бозик стоит 17 евро. Вязаные какие-то комбинезончики и чего-то только нет. Очень красиво и безумно классно. Но 17 евро, ну как бы ссори. Я что-то всё время жмусь. Поэтому я всё беру и кладу на место. Беру и кладу на место. Ну ладно, это я ещё подумаю. Помимо этого, что у нас здесь есть? Я нашла бодик. Но это не для сна. Это на повседневное ношение. Потом у нас два бодика с коротким рукавом спать в них. И вот один вот такой с лаванью. Мне кажется, очень прикольно. Не на жаркую погоду, правда. Но, тем не менее, летняя история. Так, кое-кто соску потерял. Держи, 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 держи. Ну, в общем, как-то так. Ну, по-моему, вот это тот комплект, который я набрала. Ничего другого я здесь не нашла. Потому что у них скидки всё распродано, разобрано. И ничего другого я здесь не нашла. А вот такие вот всякие с какими-то облачками, вот это вот всё. С слониками. Нет, 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 это мне не подходит. Скажи, мы слишком серьёзные для такого безобразия. Вот уже начинаем плакать. Всё, мать поняла, надо двигать. Да, надо двигаться, малыш. Поехали, поехали. Так, ну здесь мои полочки со всякими классными штуками. Вот мои мусорники. Так, что тут ещё есть? На Амазоне, кстати, заказала вот этот монитор. И он должен приехать на следующей неделе. А ещё я заказала видеомонитор Hello Baby. Он, конечно, подешевле, чем вот типа из серии вот такие вот за 300 почти евро. Ну, посмотрим, как будет работать. Если не понравится, отправлю обратно. А себе я купила, кстати, ещё вот такой вот молокоотсос. Вот этот вот. Им я прекрасно пользуюсь. И там есть даже баночки в комплекте. И вы меня как-то спрашивали, какие я контейнеры использую для хранения молока. Вот как раз-таки в Филипп Саван вот такие вот пакетики. То есть в одной упаковке у нас 25 таких пакетиков. Его наполняешь очень удобно. Верхнюю часть отрываешь, заливаешь. Кладёшь в холодильник здесь двойной замок. И потом вот здесь вот ниже ещё, когда уже он разморожен, отрываешь снова. И легко открывается эта штука. Так что я пользуюсь вот именно этими пакетиками для хранения молока. Так, что у нас ещё есть? Трын-трын-трын. А, вот, кстати, вот эти очень классные накладки для груди, чтобы молоко не протекало. Большой размер и каждая упакована в отдельную упаковочку. Так что очень-очень удобно их с собой брать. Сосками мы пользуемся самыми простыми. Тоже от Филипп Саван. Вот такими вот эти соски, не знаю, они маленькие. Малышу подошли. Вот он как раз-таки такую и сосёт. Есть у меня поприкольнее. Вот эти также куплены. Но эти были ему великоваты. Кстати, мне тут мамочки все советуют, что вот эта трава очень крутая штука для сушения бутылочек и посуды детской. Так что тоже в какой-то момент обязательно её приобрету. Я бы здесь, конечно же, всё купила. Нужно отсюда побыстрее удаляться. Потому что, во-первых, этот прекрасный товарищ скоро захочет есть. Я его постараюсь усыпить до дома, чтобы доехать спокойно и в тишине. А потом уже нужно будет его кормить. Вот. Но, в принципе, всё, что мне нужно было, я сегодня взяла. То есть это подгузники, одежда и вот эти вот прокладочки для груди. Кстати, у Томми Типи очень крутые бутылки против газиков. Если малыш страдает газами, такую бутылку тоже можно попробовать. Я взяла, знаете, какую бутылку? Я взяла бутылку от того же Филиппс. Да, вот эти бутылки. У них тоже есть специальная штуковинка внутри. Вот такая вот зелёненькая, которая препятствует образованию газов у малышей. Вот. Так что берите себе на заметку, молодые мамочки. Малыш мой спит, дышит морским воздухом. Ой. Ну ничего, протащить коляску по пляжу, по песку было не так-то ужасно. Нормально, только пришлось задним ходом двигать. А так всё здорово. Ой, хорошо, что приехали. Класс. Водичка. Пойду попробую водичку. Не, водичка холодновато. Там при входе в пляж написано, что 16 градусов. Как-то, по-моему, не очень. Ну что ж, мы уже дома. Довольные, сытые и расслабленные мы здесь качаемся в саду. Скоро отправимся домой и будем готовиться ко сну. Да, мамаш? Да, мои сладкие. Обычно где-то в часов, не знаю, а-таки полседьмого, в семь мы начинаем все сборы, купаемся, делаем массажи и переодеваемся. И последний раз едим таким образом, чтобы к полдевятому-девяти уже точно спать в своей кроватке. Да, об этом мы расскажем в другом видео, когда будем говорить конкретно про режим сна и про то, как мы налаживали этот режим сна и как у нас с этим, в принципе, обстоят дела. Вот, а сегодня я очень надеюсь, что вам было интересно с нами провести этот день. Напишите мне в комментариях, пожалуйста, девчонки из Петербурга, если вы знаете, где в Петербурге есть магазин детских товаров, подобный тому, который я сегодня вам показывала. Потому что по возвращению мне точно нужно будет куда-то отправляться и где-то покупать малышу все необходимое. Поэтому, если вы знаете, пожалуйста, в комментариях внизу напишите мне. Вот, а тем временем я желаю вам доброго дня, также доброй недели, успешной. А мы с вами увидимся уже в среду. На сегодня мы отключаемся. Да, малыш? На сегодня все, пока. Ну и что, ты улыбнешься напоследок? Ну и что, пердешь устроим? Мне кажется, улыбка будет только если устроить пердеж. Серьезно? Спасибо тебе, малыш. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok